В день православной книги у посетителей просветительского центра Усова-Спасская ни одной свободной минуты. Слишком мало времени, чтобы получить столько интересной информации, которую школьники вряд ли еще где-то найдут. День православной книги для них начался с экскурсии. Сначала посетили мемориальную комнату преподобно-мученицы Великой Книгини Елизаветы Федоровны, с именем которой тесно связана деятельность православного просветительского центра, да и расположена на территории ее бывшей усадьбы. Рядом с комнатой макет храмового комплекса села Усова. В соседнем здании еще два важных остановочных пункта экскурсантов – выставка «Православная книга» и мастер-класс по каллиграфии. Кажется, на выставке представлено не так уж много книг, хотя на самом деле здесь можно подержать в руках и знаменитый апостол, и современные здания Библии. Особая книжка нашей выставки в рамках Дня православной книги – это книга Великой Книгини Елизаветы Федоровны «Под благодатным небом». Была ею задумана целая серия книг, один как из видов благотворительности Великой Книгини, посвященных житиям святых. Осуществить задуманное Великой Книгини удалось не вполне. Свет увидела лишь одна книга из серии. Продолжить благое дело помешали Первая мировая война и революция. Не меньший интерес у школьников вызвали и более древние здания. Вот видите, здесь необычный срез расписан. Книги на самом деле это не разрисовка, это штамп. Книги 19 века именно так и печатались. Сейчас современную книгу можно увидеть еще здесь с позолотой. Но на самом деле это не новшество. Это как раз было уже в древности. Из церковно-славянского алфавита современные школьники в лучшем случае знают азбуки веде. На празднике православной книги в просветительском центре Усово-Спаское ученики школ Одинцовского района не только могли узнать все буквы, но и попробовать их написать. Перед вами буква КАКО. Каждая буква церковно-славянская. Да. Ничего смешного в этом нет, поверьте мне. Имеет имя. Вас как зовут? Дарья. А эту букву зовут КАКО. Вас зовут Дарья, а ее КАКО. Есть буквы, которые вы знаете. Например, буквы АС и БУКИ. Из них азбука получилась. Простота написания старославянской буквы кажущейся. Семиклассникам письмо в прописи дается нелегко. Мы писали старославянские буквы, учились заглавные и маленькие. Для меня это было сложно, так как нужно было все делать ровно. Не так, как мы пишем сейчас свои буквы. По идее, не очень для них новое. Потому что они же пришли в первый класс и учились писать. Сейчас может это для них быть новое, именно в том плане, что они сталкиваются со стариной очень близко. Написать старинную букву «Ять», узнать историю этой буквы, конечно, для них это в новинку. Они, наверное, сами могут все это увидеть, прочитать в интернете. Но когда ты сам прикладываешь руку к прописи старинной, то, безусловно, это вдвойне интересно. Официальную часть Дня православной книги в просветительском центре Усова-Спаска открыл автор наиболее ранний из дошедших до нас летописей Нестор. О благочинной церкви Одинцовского округа напомнил собравшимся, что русская культура и православие неразрывно связаны друг с другом. Это действительно столб, на котором уже на протяжении более тысячи лет Россия живет. Россия борется и Россия побеждает. Праздник, прошедший в минувший понедельник в центре Усова-Спаска, открыл неделю православной книги в образовательных учреждениях Одинцовского района. Организаторы мероприятия уверены, в школьных стенах любознательным Одинцовцам будет не менее интересно. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Субтитры создавал DimaTorzok